всем здравствуйте я очень рада приветствовать вас в доме знаний меня зовут егана кинязова на и мы с вами говорим о свойствах степени с целым показателем в ходе прошлого вебинара мы уже с вами говорили на эту тему и вообще дали определение степени с целым показателем давайте еще раз вспомним что такое степень степень это выражение вида а в степени n где а основание степени n показатель степени и когда мы говорим о том что показатель степени целый мы должны рассмотреть три случая если показатель степени больше нуля то эта степень с натуральным показателем тогда степень вычислить несложно это надо основание степени умножать на себя столько раз сколько у нас в показателе то есть если показатель равен четырем это значит что четыре основания нужно перемножать друг с другом например 3 в четвертой степени это 4 тройки умноженные друг на друга это 81 если показатель равен нулю мы знаем что 0 это тоже целое число и когда мы говорим о степени с целым показателем обязательно нужно рассматривать этот случай если показатель 0 в этом случае значение данной степени совершенно не зависит от основания и всегда степень равна единице рассмотрим третий случай если показатель отрицательный тогда мы получаем следующее выражение а в степени n в этом случае равно единицы деленной на а в степени минус n данном случае хочу обратить ваше внимание на то что значение минус n будет положительным при отрицательном n например если 2 в степени минус 3 то мы получаем единицу деленное на 2 в степени минус минус 3 минус минус 3 это 3 иначе говоря n и минус n это противоположные числа минус 3 и противоположные числа то есть показатели будет стоять противоположное число которое стоит в показателе в данном случае мы получаем ответ одну восьмую ну и а в степени 0 равно единице это как пример вместо а можно подставлять что угодно все равно мы будем получать единицу давайте рассмотрим несколько заданий например заменить степень с целым отрицательным показателем дробью такие задания мы с вами уже рассматривали на прошлом вебинаре давайте вспомним как это было 6 в степени минус 3 это единица деленная на 6 в кубе 26 в степени минус 2 это единица деленная на 26 в квадрате а в степени минус единица это единица деленная на а в степени минус 10 единица деленная на б в десятой степени а плюс б в степени минус 3 это единица деленная на а плюс б в степени 3 а теперь наоборот заменим дробь степенью с целым отрицательным показателем дана дробь единица деленная на 10 в четвертой степени это 10 минус четвертой степени и единица деленная на 7 или одна седьмая это 7 в минус 1 степени единица деленная на а в кубе это а в минус 3 степени единица деленная на б в пятой степени то б в минус 5 степени единица деленная на x и грек это x и грек в минус первой степени. Давайте поиграем в игру верно или неверно. Сейчас будут записаны примеры. Я буду рассуждать на предмет верно это выражение или нет, а потом мы будем проверять. 5 в минус седьмой степени это единица деленная на 5 в седьмой степени. Я думаю, что с этим мы все согласимся. 2 в степени минус 2 это 1 четвертая. 2 в степени минус 2 это единица деленная на 2 в квадрате, а 2 в квадрате это 4, поэтому мы получаем 1 четвертую. Я думаю, что с этим мы тоже согласны. 3 в квадрате равно 1 девятой. Нет, с этим мы не согласны, потому что 3 в квадрате это 9. 2 третьих в степени минус 10 равно 3 вторых в степени 10. Кстати, в ходе прошлого вебинара мы как раз обсуждали этот вопрос. Это рациональный способ возведения в отрицательную степень дроби. Для того, чтобы возвести в отрицательную степень дробь, нужно эту дробь просто перевернуть и сделать показатель натуральным числом, что здесь и сделано. Поэтому с этим выражением нам стоит согласиться. 0,1 в степени минус 2. Это не 1 сотая. Почему? Потому что 1 десятая в степени минус 2 это 10 в квадрате. 1 десятая в степени минус 2 мы ее переворачиваем, как в предыдущем примере, получаем 10 в квадрате. Или единица деленная на 0,1 в квадрате. В любом случае здесь ответ будет 100. Мы не согласны с пятым выражением. 1 тридцать вторая есть 2 в пятой степени. Нет, это неправда. 1 тридцать вторая это единица деленная на 2 в пятой степени. Поэтому это 2 в минус пятой степени. Это неправда. Теперь давайте посмотрим на это выражение. Здесь, конечно, будет ответить сложнее. Мы знаем правило возведения степени в степень, но мы знаем это правило только для натурального показателя. Распространяется ли свойство степени с натуральным показателем на свойство степени с целым отрицательным показателем? На этот вопрос нам еще предстоит ответить. Но если рассуждать логично, то показатели надо бы умножить и мы получаем 8. Но давайте согласимся с этим, но потом мы к этому примеру еще вернемся. И еще одно задание. Оно проблемное. То есть мы не знаем, как поступить в этом случае. Можно ли отнимать показатели, если они отрицательные. Давайте попробуем это сделать. Минус 5 минус минус 8 будет 3. 10 в кубе 1000. Но давайте попробуем согласиться. Теперь будем проверять. 5 минус 7 степени – это единица, деленная на 5 в 7 степени. Это правда. 2 в степени минус 2 – это 1 четвертая правда. Это неправда. Это верно. Мы согласились. Неверно, неверно. Здесь верно и здесь верно. Ну и давайте ответим на тот вопрос, который встал перед нами. Можем ли мы применять свойства степени с натуральным показателем к степени с отрицательным целым показателем? Ну, давайте вспомним все наши свойства. Оказывается, да. Оказывается, все свойства степени с натуральным показателем распространяются и на отрицательный показатель. При умножении степеней с одинаковыми основаниями основания переписывают, показатели складывают. При делении степеней с одинаковыми основаниями Основание переписывают, показатели отнимают. При возведении степени в степень показатели перемножают. При умножении степеней берут степень произведения. У нас одинаковые показатели, обратите внимание. При умножении степеней с одинаковыми показателями, это очень важно, мы можем взять степень произведения оснований. Если у нас частная степеней с одинаковыми показателями, то мы берем степень частного оснований. И наша формула, с которой мы познакомились на прошлом вебинаре и на видеоуроках, а деленная на b в степени минус n, это не что иное, как b деленная на а в степени n. То есть основание степени дробь, мы ее просто переворачиваем и получаем положительный показатель. Или, иначе говоря, в нашем случае натуральный показатель. Ну, давайте вернемся к нашим примерам. И теперь мы смело можем говорить, что в примере 7 нам нужно было показатели умножить. Мы получили бы 2 в кубе. И это 8. Здесь нужно было вычесть из первого показателя второй, потому что у нас делится 10 минус пятой степени на 10 минус восьмой. И как бы нам не хотелось от восьмерки отнимать пятерку, надо делать следующим образом. Минус 5 минус минус 8. Это минус 5 плюс 8. Это 10 в кубе тысяча. Все верно. А теперь давайте разберем несколько заданий из ОГЭ. Например, задание может быть таким. Для каждого выражения из верхней строки нужно указать соответственно равное ему выражение из нижней строки. Чтобы выполнить такое задание, конечно, нужно преобразовать, пользуясь свойствами степени, каждое выражение из верхней строки, а потом подобрать подходящее ему из нижней строки выражение. А в минус восьмой степени, умноженное на А в квадрате, это А в степени минус 8 плюс 2, это А в минус шестой степени. Значит, в А мы будем писать третий ответ. А в минус восьмой степени, деленное на А в квадрате, минус 8 минус 2 минус 10. Здесь у нас получается второй ответ. Так, вот так, второй. Значит, А в степени минус 8, и еще возведенное в квадрат, это А в минус шестнадцатой степени. Здесь у нас единичка. Прекрасно. Идем дальше. Посмотрите, какое выражение. На первый взгляд, оно очень сложное, и многие даже очень боятся выполнять такие задания. Такое громоздкое выражение. На самом деле, выполнить это задание очень несложно. Давайте разберемся. Представим выражение в виде степени с основанием х. Обращаю здесь внимание на то, что дробная черта – это деление. Значит, показатели в числителе мы будем складывать и отнимать показатели из знаменателя. Минус 8 плюс 10 – это 2. 2 минус 4 минус 2. Здесь ответ 2. А теперь такое задание тоже. На ОГЭ вы можете такое задание встретить. Представьте значение выражения 6 на 10 минус третьей степени, и все в квадрате в виде десятичной дроби. Пользуемся свойством степени. Возводим каждое из множителей в квадрат. 6 в квадрате и 10 минус третьей возводим в квадрат. Это 10 минус 6 степени. Получаем 36 на 1. То есть что такое 10 в 6 степени? Откуда мы получили 1 миллионную? Мы единицу делим на 10 в 6 степени. Получаем 1 миллионную. Здесь и записали в виде десятичной дроби. То есть это совершенно несложно. И вот наш ответ. Теперь давайте рассмотрим еще одно такое сложное задание. Упростим выражение. Здесь нужно разбираться по порядку. То есть с каждым множителем разбираемся в отдельности. Получаем А в 6. 2 умножаем на 3, 4 умножаем на 2, А в 8. Здесь мы 2 и 3 складываем и возводим еще в четвертую степень. Получаем. Теперь, так как у нас все основания одинаковые, а показатели разные, мы можем их сложить. 6 плюс 8 плюс 20, А в 34 степени. Итак, наш вебинар, я думаю, уже подошел к своему завершению. Нам пора прощаться. Я очень жду ваших вопросов. Я очень рада буду на них отвечать. Смотрите видео уроки на платформе Дом Знаний. Смотрите вебинары на платформе Дом Знаний. Всего доброго. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok